Бытует совершенно превратное мнение, будто человеки еле-еле друг друга, а потом усовестились и бросили. То есть общественный исторический прогресс, он как бы предполагает неспешный такой переход от дикости и каннибализма к умеренной цивилизованности и скотаяденью. А венец всего – разнообразные цветы жизни, теребящие гитары, жующие лепестки лотоса и питаемые праной. На самом деле нет. И даже, как это ни грустно, совсем наоборот. То есть каннибализм от большого ума и чрезмерной душевной искушенности. Современный мудрец и философ, он как раз за то, чтобы всякий ел всякого и на ближнего поглядывал пусть косо, но с аппетитом. Дальше именно об этом. Как там у гражданина Высоцкого, который сам был рабом превратных представлений о людоедстве? Совсем не один ученый-верченый подступался к этому вопросу и, наконец, решились все-таки антропологи поверить гастрономической алгеброй духовную гармонию человекоядных. Выяснилось, что дошли до нас довольно многочисленные останки, отмеченные следами зубов и прочим тому подобным. Самые ранние обращики подобного найдены в Эфиопии, им 600 тысяч лет, но есть и посвежее. В Англии, например, им 14 700. В качестве мотива доисторическим дедам приписывалось разное – пульгарное чувство голода, ритуальные или медицинские цели, расправа с врагом, утилизация свежепомершего соплеменника, чтобы не пропадал впустую и послужил напоследок благу родных и близких. И внезапно выяснилось совершенно удивительное – древним не было никакого смысла есть друг друга. Некто Джеймс Коул собрал данные относительно питательности человека. Оказывается, англосаксы имеют давнюю традицию подобных исследований. Мистер Коул, зардевшись, указывает, что собирать подобные данные о женщинах и детях является научным свинством. Сделав реверанс в сторону морали, он тут же помещает сводную таблицу, где и младенцы, и их матери, и вообще все. Человек весом 65 килограммов съедобен далеко не целиком. Ну, так, на три пятых где-то. И вот, если взять эти три пятые и перевести в килокалории, то получится что-то около 145 тысяч единиц. Этого достаточно для однодневного прокорма 60 человек. Вроде мало. Но, скажем, тот же мамонт представлял собой облаченные в плоти кровь 3 миллиона 600 тысяч килокалорий. Шерстистый носорог – миллион 260 тысяч килокалорий. Бизон – 980 тысяч килокалорий. Короче, любая крупная четвероногая тварь сильно превосходит пищевой ценностью двуногую. Но предположим, что с человеком справиться легче. Всемиром и батьку проще бить, и, наверное, есть. Но это вряд ли. Человек самый непредсказуемый и абсолютно эффективный хищник. Вообще-то я всегда был против дискриминации, сегрегации, дисгармонии. Извините, чуть пересолили. И прошу ваш, шеф, поменьше специй. У меня от них изжога. Сопротивляться он начнет не в момент, когда ему начнут запихивать в рот пучок петрушки, а гораздо раньше. Как только заподозрит недоброе. Пещерный человек только, бывало, заметит мальчиков кровавых в глазах у соседа, как тут же идет в контратаку. Выходит, ели друг друга редко и точно не взрослых крепких мужчин и женщин, способных к самозащите. Соответственно, не было нужны в каких-то психологических реле и культурных табу. Каннибализм оказался экономически неэффективен. Ну, насколько уж слово экономика приложимо к троглодитам. И вот в историческую эпоху человек вошел ниже мяса людского не снедая. Хотя неандерталец, к примеру, употреблял и даже, возможно, злоупотреблял. За это природа его, насколько можно судить, наказывала болезнями Куру и Кройсфельда Якоба. Но только с пришествием цивилизации каннибализм начинает проявляться в товарных количествах. Врачебные древнеегипетские и древнекитайские рецепты об этом свидетельствуют недвусмысленно. Люди начинают всерьез воевать, регулярно и в больших количествах истребляя друг друга. Рабство возникло далеко не сразу. В Месопотамии, например, в ранний период пленных просто пускали под нож. А что еще прикажете делать с врагом, готовым в любой момент на тебя напасть? И ничего не менялось тысячелетиями. Вот отец истории Геродот говорит, что где-то за землями скифов, то есть не сочтите за намек на русско-белорусско-украинских землях, живут человекоядные, съевшие всех, кто обитал севернее. Попавший истории мог и соврать. Однако и философ Хрисип в трактате о справедливости многословно обосновывает этическую допустимость людоедства. Этот самый Хрисип позже умер, хохоча над собственной шуткой. Глядите-ка, осел лопает мой инжир. Может, он его еще и вином запьет? Короче, тот еще авторитет в вопросах каннибализма. О, какая прелесть! Просто чудо! У тебя тонкий вкус! Евгений Петросян своими шутками стребил бы все поголовье греческих философов. Оставим Грецию. Египетский фараон Унос, 24 век до н.э., в эпитафиях прославляется в качестве людоеда. Может, и художественное преувеличение, но, значит, считалось подобное не грехом, а доблестью. Значит, на месте Уноса желал оказаться всякий. Но каннибализм, похоже, тогда практиковали при наличии религиозно-этических показаний. И помаленьку формируется непреодолимый нравственный запрет, который обретает силу физиологического рефлекса. Даже мысль о подобном кажется нестерпимой. Хотя происходит это очень не сразу и не везде. Скажем, карфагиняне младенцев бросали внутрь полого раскаленного медного быка. Границы допустимого по части отъема жизни были у них раздвинуты широко, я бы сузил. И вот когда ганнибал совершал свой поход через Альпы, возник у его армии серьезный продовольственный дефицит. А солдат на марше, как известно, это один большой самодвижущийся желудок, куда его начальство не целует. Соратник и тезка Ганнибала, некий Ганнибал Мономах, предложил немножко кучить пленных и туземное население. И если бы великий полководец последовал этому совету, говорят историки, в Италию он пришел бы с войском бодрым и жизнерадостным. Начал бы там одерживать победу за победой и вообще, глядишь, потом руины Рима засевали бы солью. Но Ганнибал идею отверг. Держи свой хлеб. Ешь и иди. Ешь и иди. Ешь и иди. Впрочем, обвиняли карфагениан в людоедстве и римляне. Это, однако, историки относят насчет военной пропаганды. Итак, понемногу получает распространение идея, что убийство ближнего в кулинарных целях является злодейством. Ну и мировые религии вообще, добрым словом и палкой, вколачивали в своих адептов гуманизм. Так что антропофагией баловались уже только где-нибудь в совершенно диких местах. Бывали исключения. Евреи, осажденные римлянами в Иерусалиме, друг друга все-таки ели. Египтяне, восставшие против Рима, кушали взятых в плен легионеров. Но правилом это не стало, и следующие тысячелетия ближнего поедали безо всякого удовольствия и только по большой нужде. Скажем, арабы обвиняют паладинов в том, что в первом крестовом походе те не брезговали шавермой из побежденных. Гриль-пати устраивались регулярно после взятия крепостей. А если случался большой голод, это являлось нормой. Вот вам, например, изображение того, как литовцы едят друг друга в дни Ливонской войны Ивана Грозного. Было это, впрочем, редкостью, а вспоминалось потом с ужасом, отвращением и раскаянием. Но тут европейцы открыли для себя новый свет. Само слово каннибал происходит от названия острова Кариб. Сейчас принято считать, что индейцев обеих Америк обвиняли в людоедстве облыжно. И карибов. Они людей ели, но редко, не увлекаясь и только в богослужебных целях. И ацтеков, приносящих людей в жертву и пожирающих потом сердца. Нет, то была прерогатива аристократии. В рационе тамошних индейцев практически отсутствовал животный белок, и это был основной способ загрузить его в организм. В итоге представители правящих классов были у ацтеков крупнее и зримо мускулистее. Этнографы США составили в начале 20 века справочник, в котором утверждалось, что антропофагию практиковали три с лишним десятка индейских племен. Иракезы, Алгонкины, Каманчи и многие иные прочие. Индейцы Бразилии, а также инки и майя считаются людоедами. В том смысле, что не было у них на этот счет культурного табу, а значит временами подчевались. Впрочем, теперь считается, что обвинения в антропофагии позволяли захватчикам морально оправдывать войны и порабощения. Вы поглядите только, что он кушает. Разве такого человека можно оставлять на свободе? Виноваты Америки или нет, но запрет на каннибализм смягчается во всем цивилизованном мире. Раньше это было немыслимым, а стало всего лишь недопустимым. Европейцы принялись употреблять в пищу мумии, а также кровь и тела повешенных. Но и позже хватало историй ужасных, однако простительных. Людоедство числится за десятками арктических и антарктических экспедиций. Известен лагерный обычай Сибири. В побег брали с собой корову, наивного молодого несмышленого зэка, которого берегли до первого урчания в желудках. В общем, если съесть нельзя, но очень нужно, то почему бы и нет? Вот, скажем, племена Новой Гвинеи. Два века тому назад у них зафиксировали антропофагию и вызванную ею болезнь куру. Этой смертельной болезнью заражались женщины и дети, которым при раздаче пищи доставался обычно мозг, содержащий прионы, источник инфекции. Главные симптомы куру – неконтролируемая дрожь и приступы гомерического смеха. Ни одно племя от этого не вымерло, впрочем. Значит, ели людей с оглядкой понемногу. Когда я был в Новой Гвинеи, местные уверяли, что последний съеденный – представитель семьи Рокфеллеров. Он приезжал на остров с гуманитарной миссией, и человека с столь исключительной доброты решили, видимо, не отпускать, не воздав максимум почестей. В 20 веке каннибализм на периферии цивилизации стал неожиданно массовым явлением. Его практиковали в ходе гражданских войн в Либерии и Конго. Что император-президент Иди Амин превратил его почти в подлинное искусство. Но самым внезапным стало целенаправленное снятие табу на это явление в странах Первого мира. Про исчерпание жизненного пространства и пищевых ресурсов говорят давно. При этом постоянно напоминают, что земляне слишком бедны, чтобы разбрасываться таким богатством, как людская плоть. И вот расширение дозволенного идет медленно, но неуклонно, и все в одном направлении. Теперь все чаще и разрешение ничьего не требуется на распоряжение мертвой плотью. Абортивный материал безо всяких раздумий пускается в дело, а людей, которым подобные лекарства прописывают, даже в известность не ставят. Однако стали возможны вещи, которые шокируют даже видавших всякие виды. В штате Вашингтон, например, разрешено посмертное компостирование людских тел. Покойников превращают в удобрения. Не обязывают пока превращаться, правда. Тут еще учитывается прижизненная воля и мнение родных. Как ни крути, это делает каннибалами людей, которые подобный выбор добровольно не сделали бы. Магазинный картофель или морковь никто ж не снабжает биркой. Выращено благодаря компостированному Джону Доу, дай бог дальнейшего плодородия этому доброму человеку. И голос Америки пишет об этом восторженно. Ведь славно же, правда? Ведь хорошо же. А есть еще такой влиятельный персонаж, как философ Жак Атали, у которого сам президент Макрон, чуть не пальчиковая кукла. Атали проповедует новый каннибализм. Человек, говорит он, машина. Каждый его узел можно заменить узлом, который является частью другого организма машины. В общем, ешьте друг друга, люди. Ведь завтра принадлежит самым зубастым обладателям хорошего аппетита. Прекращая дозволенные речи, не могу не отметить. Прогресс, он, похоже, не от человека яденья, ведет к вегетарианству, совсем даже наоборот. К тому, чтобы чавкать ближним и знать, что это хорошо. Лайкайте, подписывайтесь. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok